Всем огромный приветик! Решила все-таки показать, что же я делаю с грудкой от индюшки. Получается очень вкусно и быстро. Это знаете, когда вот прям вот по-быстрому нужно. В общем, нарезать на полосочки и обжарить на растительном масле на разогретом до красивой такой золотистой корочки. Паприку. У меня две штуки, потому что я делаю двойную порцию. Точно так же на полоски добавляю уже к обжаренному мясу паприку и минуты три тушу вместе. Затем я добавляю вот такой соус. Да-да, это магазинный, может быть не очень полезный, но когда хочется быстро и вкусно, это очень вкусно. Рецепт вот прям с пакетика. Первый раз попробовала, очень понравилось. Была скидка, не помню в каком магазине, увидела, купила два. Сейчас быстро-быстро подготовлю все. В общем, добавляю два пакетика этого соуса и кокосовое молоко, 200 мл. Я возьму, наверное, 300, потому что у меня не 600 грамм грудки, а 900. Пусть будет чуть-чуть пожиже, но ничего. Идеально подходит рис, как гарнир, вот к такому мясу в ореховом соусе. Это арахисовый соус получается в пакетиках. Очень вкусно, прям вот. Если вы любите что-нибудь такое экзотическое, азиатское, попробуйте. Знаете, иногда хочется для разнообразия. У нас жара сейчас, что ничего не хочется наготавливать. Вот салат с сельдереем, вот такую грудку и рис. Ну, вот более сытное, да, чтобы что-то было. Но это очень вкусно. Грудка в арахисовом соусе готова. Я еще добавляю туда хлопья чили. Совсем немножко. Они практически не чувствуются, но они там есть. Потому что, ну, как бы у нас, кроме папы, острое никто не кушает. Чуть-чуть совсем добавляю. Также я добавляю еще сушеный имбирь и соевый соус. Немножко, совсем столовую ложку. И досаливаю просто солью до вкуса, какой мне нравится, какой нам нравится. Сейчас еще рис отварится и будет все готово. Тайсон, куда ты собрался? Девочки, напугать вас? Ну, как вам? Ну, я прям такая упитанная зебра, да? Тайсон, паразит. Я пришла с работы, занялась уборкой. Я вот такая вся лохматая, вся такая. Никакая, в общем. Привезли посылку. Мне же надо было срочно померить. День рождения, ж в воскресенье. Муж пригласил в ресторан. Да и вообще, я просто хотела платьице какое-нибудь себе свеженькое. Ну, вот как-то вот очень классное качество. Очень приятно. Оно такое, знаете, даже не знаю, как вам объяснить, врубчик, в общем. Под поясочек, завышенная талия. Кстати, босоножки. Не знаю, видно вам, не видно. Вот так видно. Идеально сели на мою широкую лапу. Идеально. Застежка замечательная. А что немаловажно, здесь горочка. То есть, не ровно нога стоит. Вот от этого у меня стопы страдают. А горочка. Провожу эксперимент. Буду топать по дому. Насколько хватит, насколько выдержат ноги. Несмотря на вот такую подошву, они легкие. Я вам потом покажу коробку. Я прям довольна, скажем так. Я только сейчас увидел. Там на полу валяются мои штаны. Возле коробок. Ой, ну простите. Вот как есть. Да, вот так не видно. Что сказать. Упитанная зебра. Платье поедет обратно. Не для моей фигуры. Во всяком случае, я себе в нем не нравлюсь. Хотя, очень приятное. Очень такое прям к телу классное. Здесь лежит еще одно платье. Я не знаю, на что я рассчитывала. Заказала 46 размер. Хотя, у меня несколько вещей от этого бренда. Вот от этого есть. Это 46 размер. Ну, очень уж большой. Вот на мне платье вот это XL. То есть, 2XL, 46. Очень большой. Даже мерить не буду. Цены. Сами видите, да, какие. Вот 69,95. Но на него была небольшая скидочка. 59,99 или 95. Что-то такое стоит. Очень интересное. Сейчас разверну. Вот так, наверное, вам покажу его. Очень легкая ткань. Летняя такая. Вот этот цвет индику. Мне очень нравится. На картинке, на модели, конечно. Платье смотрелось идеально. При этом, там довольно-таки статная женщина. Совсем не худенькая. Но оно на меня просто огромное. Даже показывать не буду. С поиском. И это называется брусенклейт. Ну, то есть, пуговицы впереди по всей длине. Пришлось включить свет. Очень пасмурно у нас сегодня, в принципе. Да, это стопроцентная вискоза. Чтобы не разглядеть здесь ярлычки. Знаете, что я заметила на ярлычках. Все чаще и чаще есть русский язык. Либо это готовилось для продажи в России. Не знаю, в общем. Но чаще и чаще есть русский язык. На вот этих всех ярлычках. Стопроцентная вискоза. Это тут пуговица пришита. Вот. Выточки, которые предназначены для груди, у меня находятся почти ближе к талии. Ну, огромные, конечно, платья. У меня и вырезы очень глубокие. А так прям классненькое. Вот так оно выглядит. Смотрите. Интересное. Еще одно платье. Мне понравилось, как оно сидит на модели. В интернете на картинке. Моего размера XL не было. Я взяла 2XL. Подумала, а вдруг будет идеально. Нет, оно великовато. Прилично великовато. От этого оно смотрится. Ну, просто как мешок висит на мне. Оно не должно так сидеть. 2XL. И ткань у него вот точно такого же качества. Как и сейчас на мне. Вот это зебряное платье. Но этот принт мне нравится. Он такой, знаете, не навязчивый, не крупный и не мелкий. Очень приятная ткань к телу. Скажу я вам. Сейчас посмотрю, что это. А это полиэстер. И чуть-чуть эластана. Да, но приятненько все-таки. По ощущениям. Мягкое такое. Это тоже едет обратно. Еще одно платье. Мне нравится, как оно на мне сидит. Мне нравится качество ткани. Это 100% вискоза. Горошки такие. Это, опять же, блузенкляйт. Да, платье с пуговицами. Тоненький поясок. Рукав. Скрадывает всю красоту. Но мне не нравится цена. 59,95. Как бы, не знаю. За это платье. Я его оставлю. Сердечком помечу. Оставлю его в сторонке. И буду поглядывать. Если бы оно стоило так. 39,95. Я бы, наверное, купила. Но оно очень воздушное, легкое. Мне нравится. И как сидит, нравится. Ну, для дня рождения это как-то слишком угрюмо, да, смотрится. Хочется чего-то повеселее. Этот бренд. Босоножки. Здесь вторая коробка. Здесь черные босоножки. Но они такие, знаете, более, наверное, молодежные. Прямо для молодых девочек. Посмотрите, у них вот эта вот часть такая дутая. Очень плотная, толстенькая. В принципе, даже на мою ногу они идеально подошли. Но вот они смотрятся слишком громоздко. Нога и так не худенькая. Такой прям дутый ремешок. И впереди немного дутенько. Кожаные. Легкие. Мягкие. В принципе, пока мне нравится. Я вот хожу в светленьких. Здесь липучка. А вот светлые, которые на мне, на них застежка. Вот такая. Мне нравится. Эти обратно. Отправляются. Это уж точно. Это лежит под коробкой. Это я Сереже кроссовки заказала. И вот такие кроссовки я заказала для Сережи. Но я уже полностью уверена, что они поедут обратно. Потому что они недостаточно легкие. Сережа тоже любит дышащую и очень легкую обувь. Я ему хотела купить их на осень. Они по скидке 64 евро стоят. Но они из какого-то... Это не кожа, а какой-то полуэритан. Он непонятный, в общем. Но я уверена, что они поедут обратно. Я ему до этого покупала на работу в кроссовки от Скетчерс. Он говорит, что ноги его просто порхали в этих кроссовках. Ну, вот не когда работает прямо на самом объекте на стройке, а где-то в машине. Где-то там что-то такое вот. Ну, вот не знаю. Мне кажется, эти он не захочет. У меня тоже есть кроссовки от Скетчерс. Мне как-то девочки писали, вот купи себе Скетчерс. Есть у меня Скетчерс. Черные, тканевые. Белые я выбросила, потому что я купила не ту модель, которая была перед этим. Я их постирала. Я очень много хожу по улице в связи с моей работой. В общем, я их постирала. И здесь какая-то вставка была. То ли картонная, то ли пластиковая. И ее деформировала. И это давило на пальцы. Было очень больно. Я потерпела какое-то время, но было ходить невозможно. Я целый день нахожусь, рабочий день в обуви. Поэтому я их выбросила, пока на глаза не попались. Скетчерс в свое время прямо такая демократичная цена была. Сейчас они очень сильно взлетели в цене. В принципе, сейчас все подорожало. То есть вот эти вот искусственные, скажем так, кроссовки без скидки стоили 79 евро. Сейчас они 64. Ну, не знаю. Я пока не хочу себе снова покупать скетчерсы. На осень у меня есть замечательная обувь от Компер. К сожалению, ни одни босоножки от Компер, которые я себе заказывала, мне не подошли. Они все-таки идут на узкую ногу. Прям на узенькую даже, скажем так. Не знаю. Посмотрим, что скажет Сережа по этому поводу. Но я почему-то уверена, что поедут обратно эти кроссовки. Нелли купила себе новый топик. Я решила... В машинке стираются светлые вещи, а вот топик, он такой яркий. Я боялась, что... Ну, как бы окрасится. Да? И, естественно, не хочется из-за ради одного топика машинку. Я хочу показать воду. Посмотрите, какого она цвета. И это только один топик. Я знаю очень многих, которые одевают сразу купленную одежду и носят ее. Я всегда стираю. Хотя бы просто сполоснуть. Ну, вот это что. Представляете? Сегодня закупались в магазине Кауфланд. Я купила вот такие пляш-томаты цветные. Но их почему-то всегда выставляют одну коробку. То есть там стоят желтые, розовые и вот такие черные помидоры. Черных уже не было. Я забрала последние. Они стоят 4 евро за килограмм. И 4,28 получилось. Очень тоненькая кожица. И они похожи на домашние. Мы те, которые сестренка привозила, уже съели. Остался один, который еще не поспел. Зеленый лежит. Помидоры. У них такая тонкая-тонкая кожица, что только вот этот хвостик кольнет. Другой помидор сразу дырочка получается. Я уже наварила борща. Сипит тут потихоньку. На говяжьих ребрышках. И пока ехала домой, зашла в телефон, зашла в свой кабинет. На ютубе смотрю, сообщения пришли. Надюша, привет тебе огромный. Спрашивает она про вот эти вот соличницы и перечницы, электрические. Ты знаешь, я их купила на Тему. Дешевые. 7 евро, по-моему, за две штучки. Потому что я покупала и дорогие, и очень дорогие. И они у меня служили буквально 2-3 месяца и ломались. Я не знаю, почему, но ломались. И вот такая была. Не знаю, помнишь или нет, как-то вот так поворачиваешь, и вот она, вот, не нужно никуда нажимать. То есть перевернул, и процесс происходит. Там еще свет горел. Тоже сломалось, в общем, очень быстро. И были, которые сверху вот так нужно нажимать. Здесь вот такая маленькая кнопочка. Салфетку вот так возьму. То есть легким нажатием. Сильно не нужно нажать. Прям даже вот она. Работает. Ну, вот так. 4 мизинчиковых батарейки. Точно так же соль. Соль крупная. Если видно. Ну, вот, вот, вот соль. Так, чтобы не освечивала. Или наоборот. Да, вот соль. Ну, там, где соль пользуюсь чаще, батарейки уже практически садятся. Ну, вот сколько у меня они уже, наверное, недели две, а может три. И, ну, как-то работают еще. Работают. Не знаю, как надолго хватит, но работают. Так что, я считаю, чем отдавать 30 евро, 40 евро за две штучки, да, потому что обычно вот мне нравится вот такой свежемолотый цветной перец. Он такой пахучий. Чем я вот 7 евро отработает, выброшу, закажу еще раз на тему, тогда уже, наверное. Ну, потому что действительно от ВМФ или там, или еще от кого-то. Я не помню, от какой марки у меня было. Вот честно сказать, не помню, но они быстро сломались. Но были тоже недешевые. Так что, вот, Надюш, если хочешь, могу ссылку тебе скинуть. Мне очень много не нравится, что на тема, но вот такие кухонные мелочевки, почему бы и нет. В субботний вечер я получила первый подарок ко дню рождения. Вот такая оригинальная корзинка. Много сладостей. Маленькая бутылочка шампанского, декоративные цветочки. Так приятно, так миленько. Это мама. Такой миленький подарочек подарила заранее, потому что завтра вряд ли мы с ней увидимся. А я здесь собралась сделать десерт. У меня здесь малины, грамм 150. Наверное, больше мне не понадобится. Я добавлю сюда пару столовых ложек сахара и на медленном огне доведу до кипения и вилкой разомну ягоды. Вот, чтобы такая, ну, как варенье, да, получилось, малиновое. Достала порционные стаканчики. Я хочу сделать фисташковое тирамису. Забыла, что хотела сделать. Порционно. Не хочу доставать планетарный миксер. Взобью тут, в принципе, немного. Много сливки, маскапоне, фисташковая паста. Вот такая. Фисташковый крем. Без разницы, в принципе. Очень вкусная штучка. Я покупала в Реве. 4 евро она стоит. Стаканы такие прикольные, тяжелые. Как она вкусно пахнет. Ну и печенье савоярди. Лёфель бисквит, это называется. Сейчас буду делать порционно. Почему порционно? Я хочу на работу отвезти девочкам, угостить. 100 грамм малины. Добавила столовую ложку с горкой сахара. Малина у меня была замороженная. И разминаю ягодки до однородной массы. Когда закипит, сразу же выключаю. Теперь все просто. Нужно взбить сливки. Я добавляю всего лишь 2 столовых ложки сахара. Потому что фисташковый крем очень сладкий. Затем я добавляю маскапоне. Добавляю фисташковый крем. Все вместе до пышной массы взбиваю. Это будет крем для тирамису. Здесь уже кофе. Я сварила буквально 50 мл эспрессо. И развела просто кипяченой водой. Вот видите. Вот такие еще недовзбитые сливки. Добавляю маскапоне. Сливки с маскапоне я взбила. Уже вот такая устойчивая пышная масса. И сюда же добавляю фисташковый крем. И еще. Все вместе буквально перемешать. Получается вот такой замечательный крем. Уже делаю поздно вечером. Света недостаточно. Он такой нежный фисташковый по цвету получается. У меня что-то сломался верхний свет. К сожалению. Только сейчас я это обнаружила. Малиновый сироп я переместила в кондитерский мешок. Будет так проще. Пусть остывает пока. Но еще нужно подготовить. И крем я тоже перенесла в кондитерский мешок. Потом сделаю еще один. Так удобней заполнять креманки. Вот эти маленькие. Печенье я разделила. Ну вот каждую такую длину разделила приблизительно на 3-4 части. На дно каждой креманки я выдавливаю по чуть-чуть крема. А теперь с помощью двух ложечек буквально на несколько секунд в кофе печеньку. Даже не на несколько. Просто окунуть и вытащить. Теперь в каждую креманку по чуть-чуть малинового сиропа. Где-то больше, где-то меньше. Можно без малины. Тоже будет очень вкусно. Просто малина придает кислинку. Закрываю все это фисташковым кремом. Вот так приблизительно. Такие маленькие порционные десертики получаются. Декорирую малиной. Посыпаю рублеными фисташками. Покупала вот такие в Коуфланд. Конечно, сюда можно было бы листочек мяты добавить. Но, к сожалению, в Коуфланде мяты не было сегодня. Вот такой десертик на зубок получается. Вот что в итоге у меня получилось. Ломала голову, как транспортировать, как довести угощение. Потому что вот эти стаканчики, они неустойчивые. Донышко узкое, верх широкий. Вот эти более удобные для транспортировки. Но, к сожалению, у меня их мало. Это остаточек. Я когда их еще заказывала, они пришли с дефектом. Один в один, естественно, они вставлены. Они были треснутые, лопнутые. И не смогла их разъединить. Теперь, как есть, как-нибудь довезем. Что-то для дома оставлю. Что-то отвезу в бюро. Девчонкам угощение. Я считаю, что так намного удобнее. Взял порцию и полакомился. Продолжение следует.